Теперь откроем 20 главу Евангелия от Луки. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 12 глава, 6 стих. В нем говорится, «Не пять ли малых птиц продаются за два осария, цента, и ни одна из них не забыта у Бога?» Пять малых птиц продается за два пенни. Мы только что прочли, что две малые птицы можно купить за один цент, за два пенни. Одна получается бесплатно. За две пенни. И привожу все эти детали, чтобы показать вам, насколько эти птицы дешевые. Тут говорится, что хотя птицы эти дешевые, «Но ни одна из них не забыта, не остается без заботы у Бога». Дешевые птицы, но они не забыты Богом, и не остаются без Его заботы. Бог заботится об этих дешевых птицах. Ага. Седьмой стих. «У вас и волосы на голове все сочтены, а у вас и волосы, посмотрите, на голове все сочтены. Не поддавайтесь страху, и пусть тревога не охватывает вас. Ценность ваша выше многих стаи малых птиц». Я вам скажу, что говорит Бог. Он говорит, «Я забочусь об этих птицах, независимо от их ценности. Я имею все знания о них». Он говорит, «Не бойся. Я все знаю о тебе, в том числе и сколько волос у тебя на голове». Если волос на голове у вас нет, то он тоже знает число — ноль. У Бога есть полное, личное знание вас до такой степени, что если на вас надеть парик, Бог знает, какие волосы настоящие, а какие нет. Если ваш парик вплетен в ваши волосы, Бог знает число настоящих волос у вас на голове. он имеет полное, личное, персональное знание о том, кто вы. Вы слушаете меня? Что здесь говорится? То, что если это проклятие придет в чью-то жизнь, то причина будет такой — у человека нет ощущения любви Божьей к нему. Каким-то образом, он позволил войти в его голову мысли о том, что Бог его не любит. Бог любит вас лично, персонально, так как если бы вы были единственным человеком на планете. Проклятие не может пристать к вам, если вы живете каждый день, зная, что Бог любит вас. Проклятие может постучаться в дверь, но оно не может пристать к вам, потому что вы знаете, что Бог любит вас. Вы берете сигарету с травкой и собираетесь выкурить ее, но понимаете, что любовь Божья избавила вас от этого. Все, что вам надо сделать, это понять, Бог заботится об этих малых птицах, Он заботится обо мне, поэтому мне. Не надо больше к этому возвращаться. Беспричинное проклятие не сбудется. Не позвольте появиться причине. Она такая. Вы не верите в то, что Бог любит вас. Скажите громко, Бог любит меня, и я знаю это. Еще раз, Бог любит меня, и я знаю это. И значит, проклятие не может пристать к вам. Вы не позволите, потому что вы глубоко убеждены в любви Божьей к вам. Так что, когда появляется нехватка, пытаясь пристать к вам, то вы должны быть утверждены в факте, что Бог любит вас, и тогда нехватка пристать к вам не сможет. Поэтому вы сможете оплачивать счета. Вы смотрите на них и не знаете, откуда придут деньги. Тогда вы говорите, Бог любит меня, и становитесь масляным, скользким, и нехватка не может за вас ухватиться. Вы становитесь как Эмси Хаммер. О, Иисус! Сейчас. Вы понимаете, о чем я говорю? Будут приходить ситуации и пытаться навязать это вам. Они попытаются убедить вас в том, что Слово Божье неистинно. И вот что надо делать вам. Посреди пламени, посреди печи огненной, те трое юношей знали, что Бог любит их. И они ходили посреди пламени, потому что знали, четвертый человек появится. И я говорю вам сегодня, Дитя Божье, для вас настало время идти через ваш огонь с уверенностью. Бог любит меня. Четвертый человек всегда со мной. Вы можете бросить меня в ров со львами, но любовь Божья превратит львов в котят. Аллилуйя! Потому что Бог любит меня. Не позвольте появиться причине. Я забыл, что Бог любит меня. Или, я не верю в то, что Он любит меня. Бог любит меня, и Он даст вам мир, который будет хранить ваше сердце и ваш разум, когда вы будете проходить через ситуацию. Люди будут смотреть на вас и говорить, «Я не знаю, как ты это делаешь, как ты можешь это выдержать». А вы отвечаете, «Бог любит меня». Как у тебя может быть мир посреди всего этого? Бог любит меня. Как у тебя может быть мир посреди всего этого? Я не ты. Бог любит меня. Да будь я тобой, я бы рассудка лишился. Но я нет. Бог любит меня. Не знаю, как ты это выдержишь. На твоем месте я высказал бы все. Я бы Ему сказал, «Не смей так поступать со мной». Это потому что ты не веришь в то, что Бог любит тебя, и пытаешься компенсировать свой недостаток уверенностью в Божьей любви к тебе. Когда вы знаете, что Бог любит вас, вы ни на ком не будете срываться, потому что Бог любит вас. Он любит вас, и позаботится и о них через свою любовь. Бывает так, что мы говорим, «Меня Бог любит, а вот тебе Он устроит. Оставь меня в покое, Бог любит меня и поразит тебя насмерть». Вы должны понимать, Бог любит вас и тех людей. Просто вы воспользовались этим преимуществом, так как применили веру в любовь Божию к вам. Понимаете? Иисус пришел, чтобы спасти весь мир от грехов. Но вы, применив свою веру, пользуетесь этим преимуществом. Понятно? То же самое и с любовью Божией. Бог любит весь мир. Но ваша вера это то, что делает любовь Бога к вам действенной. И мир Божий царствует в вашем сердце. Слава Богу! И у вас есть здравомыслие. Слава Богу! У вас нет бессонницы. Хвала Господу! И вам не надо принимать миллион таблеток, чтобы заснуть. Да к тому же вам еще и вставать рано утром. А кто-то звонит вам и спрашивает, «Эй, как поживаешь?» А вы отвечаете, «Да, да, я уже встаю». «Ну, давай вставай быстрее уже». Знаете, это как пример про одну старую женщину, которую приходилось все время ждать и которая все время говорила, «Знаете, вам придется меня немного подождать, потому что у меня ребенок». «А сколько лет вашему ребенку?» «Тридцать пять?» «Ну ладно, хорошо, вернемся к нашей теме». «Нам надо усвоить урок о птицах небесных». Откройте Евангелие от Матфея 6, 26. От Матфея 6, 26. Прочитайте 26 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице. И Отец ваш Небесный питает их. Вы, не гораздо ли лучше их?» Посмотрите, Бог питает птиц. Вы знаете, почему мы не пользуемся обеспечением, как это делают птицы? Знаете, почему мы не получаем обеспечение, как это делают птицы? Потому что мы беспокоимся. Мы беспокоимся. Мы боимся. Может быть, сегодня Бог не любит меня так, как любил на прошлой неделе. Вы ведь наблюдаете за птицами? Вы замечали, что каждое утро они что-то едят? Вы не видите, чтобы какая-то птица беспокоилась? Ой, не знаю, удастся ли мне поесть сегодня? А ведь мы гораздо ценнее их. Однако мы беспокоимся. Нам необходимо доверять Богу так же, как это делают птицы. Кто-то скажет, «Да, я хочу так поступать, но не знаю, что делать между. Я верю, что получу». И вот оно. «Научитесь у птиц, что они делают». Поют. Птицы поют. И о чем они поют? О любви Божьей. Я в своей жизни попадал в трудные ситуации и усвоил ценность пения о любви Божьей. Вы спросите, «Петь любые песни?» Нет, я пою конкретно о любви Божьей. А что за песни вы поете? Все зависит от конкретной ситуации. Иногда я просто сочиняю их сам. Понятно, о чем я говорю? Я сам сочиняю их. О, он любит меня, любит меня, да, любит меня, Иисус любит меня. А потом возвращаюсь к своей любимой песне. Иисус любит меня, это знаю я. Выбор песни я делаю в зависимости от силы, давления, обстоятельств. Иисус любит, любит меня, любит меня, он любит меня. Иисус любит меня, да, он любит, любит меня. Он любит меня. Я остаюсь в этом состоянии, остаюсь в нем. И пою о любви Божьей, пока не появится обеспечение. Если оно не появляется в тот день, я провожу его в пении о Божьей любви. Научитесь у птиц небесных, пусть дьявол знает, чтобы не встретилось на моем пути, я не буду беспокоиться о том, несомненно, а несомненно то, что Бог любит меня, и Он восполняет все мои нужды. Он откроет путь там, где нет пути, в какой бы я ров ни попал, Он вытащит меня из этого рва. Он утвердит стопы мои на твердой скале. Он вложит новую песню в мои уста. Не смейте беспокоиться, ведь Иисус пролил за вас свою кровь. Не смейте беспокоиться, ведь Отец отказался удержать от вас Сына Своего. Не смейте беспокоиться, ведь вы видите свидетельство любви Божьей к вам. Он сделал вас праведными. И после этого вы беспокоитесь? Нет, я доверяю Богу, я доверяю Богу, аллилуйя. Я не знаю, как придет обеспечение, не знаю, когда оно придет, и откуда оно придет, но я знаю, оно придет. Поэтому завтра утром выгляните в окно, найдите птиц, и вы не увидите их делающими так. Ох, я ничего еще не ела. А ведь время уже. Да, неизвестно, будем ли мы вообще сегодня есть. О, Иисус! Нет, птицы поют не от страха, а от того, что Бог дает им чудесное обеспечение. Эти птицы стоят недорого, а нам Бог говорит, вы гораздо лучше их. Вы намного ценнее. Повернитесь к своему соседу и скажите, «Совершенно». А что «совершенно»? Все, что вам необходимо в жизни. Вам нужно что-то понять о деле, которое совершил Бог. Слава Господу за это. Вам надо получить понимание о том, что совершил Бог. Почему Бог не создал Адама в первый день творения? Потому что если бы он это сделал, Адам бы утонул. Земля была не готова для него. Почему Бог не создал его во второй день? Посмотрите, что творилось во второй день. Адам погиб бы. Происходило формирование стихи. Все было в движении. Земля была не готова для человека. Бог подождал до момента, когда все было готово. И в конце шестого дня, ближе к седьмому, Бог создал человека. Почему? Потому что творение было совершено. В седьмой день Бог почил от всех дел своих. И не потому что устал, а потому что завершил дело. И Он создал человека, когда все уже было готово. Поэтому все, в чем нуждался человек, было готово. Вам надо обязательно услышать то, что я вам говорю. Все было готово. То же самое относится и к новому. И к новому творению. Когда вы родились свыше, возродились духом, все, что вам нужно для жизни и благочестия, было уже готово. Поэтому послушайте, когда врач сказал, что вы больны, не в этот день Бог обеспечил вам исцеление. Ваше исцеление было обеспечено 2000 лет назад. Оно уже было приготовлено. День вашей нехватки — это не тот день, когда Бог дал вам обеспечение. Ваше обеспечение было совершено 2000 лет назад, потому что Бог предусмотрел все, в чем вы будете нуждаться. Всякое решение, которое вы примете, всякое обстоятельство, в котором вы окажетесь, и Он приготовил для вас всякое обеспечение. Почему? Потому что Он любит вас. Поэтому и приготовил все. Все уже совершено. Сделано. Воспользуйтесь тем, что совершил Иисус Христос. И будьте в уверенности, что любовь Его пребывает. Я счастлив от своей проповеди. Я вам проповедую, а сам счастлив от своей проповеди. Дело сделано. Бог знает вас, и Он дал вам обеспечение. Все сделано. И теперь вам надо войти в обеспечение. Когда вы просите Бога о чем-то, надо помнить, все уже совершено. И мне надо войти в этот покой. Все сделано. Мне надо просто войти в покой. Мне надо просто принять обеспечение. И мне надо просто петь, как птицы небесные. Петь о любви Бога, о Его благости. Хвала Господу. Почему? Потому что я знаю, я возлюблен Богом. Трудно остановить человека, который знает, что он возлюблен Богом. И я верю, что с этого вечера вы будете убеждены, что он возлюблен Богом. Я возлюблен Богом. Аминь. Когда вы читаете пятую и шестую главу послания к Галатам, вы узнаете, что вера действует любовью. Так это толковалось, и я так думал, что чем больше я люблю людей, тем более действенна моя вера. Нет. Моя вера работает тогда, когда я понимаю, насколько Бог меня любит. Я говорю, моя вера работает тогда, когда я понимаю, насколько Бог меня любит. Моя вера работает тогда, когда я понимаю, насколько Бог меня любит. Независимо от того, что я чувствую. Неважно, как и что чувствую. Я должен действовать в убеждении, что Бог любит меня. Я должен действовать до получения результата. Наши чувства не должны менять нашу убежденность в любви Божьей. Поэтому, когда спрашивают, «Как вы чувствуете себя сегодня?» Это не важно, зачем вы вообще спрашиваете. Меня не волнует, как я себя чувствую. Я живу не тем, как я чувствую, не тем, что я вижу. Я живу тем, что говорит Слово Божье. А оно говорит, что Бог любит меня. Даже если вам кажется, что Бог меня не любит, я уверен, Он любит меня. Поэтому нет разницы, как я себя чувствую. Главное, как Бог меняет мою жизнь. Аминь. Давайте откроем 4 главу 1 послания Иоанна. Сколько у нас времени? 1 послание Иоанна, 4 глава. Вы что-то получаете для себя? 9 стих. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего. Чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь. Послушайте. Что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, в жертву за грехи наши. В этом любовь Божья. Что не мы возлюбили Его, а Он нас. Вы слушайте, что я вам говорю. В прошлый раз я рассказал вам историю про то, как любить Бога всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всей крепостью. Явилась благодать Божья. О чем сказано в 1 послании Иоанна, 4, 19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Как я говорил в прошлый раз, нам надо сосредоточиться на любви Божьей к нам, и тогда мы будем на непоколебимом основании. Если же мы сосредоточимся на том, насколько мы любим Бога, наше основание будет шатким. Вы слушаете меня? 1 послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Послушайте. В любви нет страха, но совершенная любовь. Что? Изгоняет страх. Любовь Бога ко мне совершенна. Когда я принимаю любовь Бога ко мне, я принимаю любовь совершенную. Этой любовью я люблю вас. Я буду любить вас лучше. Я буду любить Бога лучше, потому что Он прежде возлюбил меня. И вот это совершенная любовь. Обратите внимание, изгоняет страх, потому что в страхе есть... Что? Мучение. Боящийся несовершенен в любви. Дамы и господа, совершенная любовь Божья. И здесь используется то же самое слово, применяемое и к бесам. Изгоняет. Совершенная любовь Божья. Изгоняет страх. Страх перед отвержением. Страх перед экономическим спадом. Страх перед будущим. Страх перед старостью. Страх одиночества. Страх остаться безбрачным. Божья любовь удалит всякий страх. Страх — это результат неверия в Божью любовь к вам. Но вы можете сгнать ее. Когда страх постучится в дверь, ответьте, «Знаешь что? Бог любит меня». И страх уйдет. Ему просто не будет места. Человек Божий рассказал эту историю. Очень хорошая история. Он рассказал историю про одного проповедника. Не помню, в какой части страны это было. Этот человек имел знания по психологии. И раньше был практикующим психиатром. Я тоже раньше работал врачом. Он рассказал, как он захотел подзаработать денег. И отправился в одну из психиатрических клиник. Сначала он занимался бумажной работой. А потом стал работать на полставки. Его отправили работать в самое плохое отделение в клинике. Это были безнадежные пациенты. Никакой надежды на выздоровление. Будучи христианином, первое, что он сделал, помолился. И получил наставление от Господа. О том, что ему следует делать. Он получил очень интересное наставление. Бог сказал ему, «Я хочу, чтобы ты пел этим людям песню «Иисус любит меня» каждый день». Представьте услышать такое от Бога. Ого, ну хорошо. Он начал это делать. Находился он вместе с людьми, которые вообще лишились рассудка. Он стал петь «Иисус любит меня». Это знаю я. Потому что так мне говорит Библия. Так он пел пару дней. Ничего не произошло. «Да, Иисус любит меня». Еще пару дней — ничего. «Да, Иисус любит меня». Он продолжал это делать. И вот на следующий день, когда он пел, «Да, Иисус любит меня», чернокожая женщина присоединилась к нему и тоже стала петь, «Да, Иисус любит меня». Он продолжал петь, и на следующий день присоединились еще три человека, «Да, Иисус любит меня». «Да, Иисус любит меня». На следующей неделе присоединились еще люди. «Да, Иисус любит меня». «Да, Иисус любит меня». Прошло три с половиной месяца. 98% пациентов этого отделения были выписаны с диагнозом «Здоров». Оставшимся двум процентам поставили более легкий диагноз. И они были на пути к выписке. Что произошло? К ним стало приходить понимание о том, насколько Бог любит их. И это понимание изгнало из них то, что было основой их мучения — страх. Благодаря этой истории я понял, не надо мне быть настолько интеллектуальным, чтобы утратить понимание этого простого послания. Иисус любит меня. Я понял эту истину. Когда приходят счета, «Да, Иисус любит меня». Я даже не знаю, как их оплатить. «Да, Иисус любит меня». «Да, Иисус любит меня». Вы получаете неприятные известия от врача. «Да, Иисус любит меня». «Да, Иисус любит меня». Вам объявили, что компания ваша закрыта. «Да, Иисус любит меня». «Да, Иисус любит меня». «Проблемы с детьми». «Да, Иисус любит меня». Да, Иисус любит меня. Да, Иисус любит меня. Серьезные проблемы в браке. Да, Иисус любит меня. Да, Иисус любит меня. У вас забирают машину за неуплату по кредиту. Да, Иисус любит меня. Да, Иисус любит меня. У вас нет денег заплатить за квартиру. Да, Иисус любит меня. «Да, Иисус любит меня, потому что так мне говорит Библия. Иисус любит меня». «Потому что так мне говорит Библия. Маленькие дети принадлежат Ему. Они благословенны, а мы сильны». «Да, Иисус любит меня». «Да, Иисус любит меня». «Да, Иисус любит меня», «потому что так мне говорит Библия». «Принимайте откровения». «Принимайте откровения». «Да, Иисус любит меня». «Да, Иисус любит меня». «Да, Иисус любит меня». «Я бы не виновата». «Cuто», « politics».